Всем привет! Сегодня 30 мая. Решила с вами немножко поболтать. Лекс ушел, ему это не интересно. Что на данный момент вообще у нас по нашей росписи, которая пройдет через 2,5 месяца, 14 августа у нас число. Мой образ полностью готов. Хочу померить свое видное платье. Мне очень кажется, что длинное платье это не мое. Я не стала его застегивать, потому что это вообще не мое. Ужас! Мне кажется, так не идут эти рыбки, русалки. Хочется кричать. Ну вот это вот прям, ну мое. Только оно чуть маленькое, потому что это 40 размер, но вода. Сейчас покажу. Шевелить я в нем ничем не могу. Ходить тоже, но девочки. Красиво. Фото, конечно. Но чтобы посмотреть, как будет. Тут надо подгонять, вот это надо подгонять. Тут непонятно. У меня талия где-то на бедрах. Короче. А, да. Лайпхак. Сейчас посмотрим. Так, ну это что-то вот такое вот пышненькое. Как бы мне очень даже нравится. У нас такая девочка, принцесса. Сейчас я уберу руководку. Вот так вот. Очень даже красиво. Но лето, август. Я в нем с платье, с Ариной, короче, списалась. Его слишком много. Оно очень красивое. Но оно меня так затмевает, как будто меня вообще не существует в этом мире. Ну посмотрим. Хочется, конечно, что-то вот такое. Черные топли. Чтобы вот так вот. Короче, я его даже не застемнула, потому что оно у меня вот тут маленькое, колючее, но оно такое пышное. Скорее всего, по влоге про сладьбу я выставлю это видео. Не знаю, буду ли я в этом платье, либо нет. Но, скорее всего, я, наверное, его возьму. Мне надо подумать просто. Подумать. Пау. Привет. Сегодня 29 апреля. И сегодня мне пришли туфли. Сейчас покажу. Вот такие вот туфельки на маленькой шпилечке. И я решила, что я хочу примерить платье. Как раз Рома уехал по делам. Я немножко набрала, поэтому мне надо будет сейчас срочно худеть. Но я решила запечатлеть на память. Да, кстати, это Зара Паленочка с Алиэкспресса. Волосы у меня будут собранные, наверное. Не знаю, посмотрим. Еще у меня такой прикольный чехол. Тоже сегодня пришел. Как бы вам показать. Ну красиво. Ну красота. Мы приехали. Видим по одному важному делу. Здрасте. Здрасте. Тоже снимаю влог. Сегодня какое? 7 мая. Мы решили съездить посмотреть кольца обучальные. Сколько стоит, что нам нравится. Какой металл. Золото, желтое, белое. Вдруг Рома вообще розовое хочет. Вот поэтому сейчас съездим, посмотрим. Короче, первое, куда мы решили, это бриллианты Якутии, если вам видно. А то у нас город реставрируют, готовят детям Азии. Сейчас 20 минут остался, если что. Короче, нам ничего не понравилось. Золотнике выбора нет. Бриллианты Якутии. Что-то Роме подошло, мне нет. Приехали в ЭПЛ Даймонд, откуда у меня колечко помощное. Вот решили, может, тут все у нас получится. До нашего салона, но это уже через интернет-магазин, то можно было бы нам заказать. Мы просто подошли, вы померили. Ой, девочки. Ой, девочки. Походили, посмотрели. В итоге с моим помолвочным не сочетаются обручальные кольца. Решили, что у меня будет типа два помолвочных. Нашли одно, но оно чуть-чуть, что-то как-то дороговато. Короче, едем в другой филиал АПЛ. А Роман Сергеевич все никак не может так видеть, что ему надо. И оказывается, так мало колец обручальных мужских. Сколько? Два? Два кольца попало. Жесть. Сейчас съездим, посмотрим. Может, вообще будем сами из железа ковать. Ляльчики. Короче, не могу решиться. Не могу понять, что я сама хочу. Сейчас будет показывать вам. Ожидаемо. Не знаю, какой день шел по поиске кольца. Но сегодня мы купили Роме колечко. Он выбрал из желтого или красного золота. Короче, не белое. У нас не будут с ним кольца похоже. А я пришла за своим, потому что мы отдали его на чистку. Но я не могу еще никак определиться, что я хочу. Мы снова здесь. Но на этот раз мы купим кольцо. Да? Не видно? Сейчас принесу вам кольцо. Все, Роман Сергеевич будет снимать. Это я. Ну, конечно. Размер 16 с половиной, да? А, на два тоже? Ага, все, вот они два есть. Ну все, принять связи. Еще мы хотели спросить. А вот здесь коробочки? Да, здесь. Это, короче, видеоблог. Мы кольцо убираем. Мы уже третий день тут пустим. То есть, что-то непонятное, что-то невероятное. Купили колечко мне. Ну, мы его оставили на уменьшение, а это какие-то там подарочки. Короче, все, с пальцами не считайте открыт. Видим дальше. Фазмаркет. Спасибо. Дверь открывают. Колечко вообще очень красиво. Невероятно красиво. Так, заказ от Санкт-Петербурга. Сейчас видим типа такого. Угу. Что там? А. Все, уже готов. Привет. Сегодня у нас была фотосессия. Она пригласительная. Ну и вообще просто love story какой-то. Очень классно поснимали с Майей, с моей вообще самой замечательной девушкой. Я просто всем советую посниматься у Майи. Она невероятный профессионал. Замечательный человек, потому что с ней очень легко фотографироваться. Ты не чувствуешь себя скованным. Она подскажет, покажет, как что делать, куда смотреть, как двигаться и так далее. И сегодня мы забрали мое колечко. Сейчас я вам его покажу. Такие вот у нас пакетики. Оставляли его, чтобы уменьшили, потому что оно шло 16,5, а у меня 16. Вот сейчас я вам покажу. Смотрите. Колечко, колечко, кольцо. Сниму, отзыву. Простите. Такое вот колечко. Так, можно ли в глаз зарядить? Привет. Сегодня... Тут ветер. Надеюсь, вам что-то слышно. Сегодня 27 мая. Я иду заказывать конверты для пригласителей на нашу проспись. Иду в полиграфию Art August. Я уже заказала пригласительные сами. Всем вся информация. Ссылочка на телеграм-канал. Я все это расскажу вам чуть позже. Вот сейчас хочу сделать конверты. Красивые, именные. Вообще детально вот так вот все хочу сделать красивенько. Раз у нас нет такой масштабной свадьбы, хоть буду брать оригинальность. Все. Все какие-то... Я не нашла еще визажиста, кто мне сделает макияж и прическу. Оказалось, что это немножечко сложнее. Потому что мы уже выбились из бюджета. Тысяч на 250-300 мы превысили. Не то, что мы вкладывали какой-то бюджет. Просто мы делали расчет на определенную сумму. И мы ее превысили в прошлом месяце. Не помню, рассказывала я или нет. По датам видно, да? То, что у меня большие перерывы между тем, что я вам снимаю. Вот в апреле месяце у меня сдавали нервы. Потому что мы начали считать банкет на 18 человек. Вышла там заоблачная цена в 300 тысяч. И мы решили, что мы не хотим тратить столько денег на... Это даже не свадьба, а просто, да, у нас ужин в честь нашего бракосочетания. И мы подумали, что это слишком. Мы расторгли договор с тем рестораном. И недели две назад мы забронировали новое место. На лучших условиях, которые нас устраивают. В итальянском ресторане небольшом. И что еще? Завтра наконец-то я забираю пригласительные наши. Над ними работали трое людей. Я в том числе. Сам дизайн пригласительных нам делала девушка. Алёна зовут. Я оставлю вот здесь вот ее номер или ссылку. Что-нибудь, что будет. Классная девочка. Очень мы с ней поняли, чего я хочу. Ну и как бы моя работа тоже была проделана. Я очень много референсов скидывала. Что я хочу видеть. Как. Где. Каким шрифтом. Каким размером. И так далее. Поэтому работа шла быстрая. Над конвертами. Это тоже отдельный человечек работает. Валентина из Арталгыс. Вот здесь вот их ссылочка будет. Это главная компания. Они вот печатью вот тут всем занимаются. И там я тоже сразу дала четкое указание. Что я хочу от этих конвертов. Завтра я заберу и покажу вам. Какие они у нас. Надеюсь, что красивые. Потому что я еще не видела. Дополнительные к моему обозу. Сейчас покажу. Такая коробочка. Вот. Так как у нас просто роспись. И нет как таковой свадьбы. Я решила, что я буду делать акценты на деталях. И вот. С Ромой фанаты. Мияги. Здесь у меня вот такие вот. Это просто сеточка. Как перчатки. Но у них нет вот для мальчиков. Вот такие вот штучки. Не знаю. Может я одену это в ЗАГС. Чтобы добавить такой официальности. Так скажем. И здесь написано. Вот как я сказала. Мы фанаты Мияги. Я сделала такую вышивку. Заказала. Здесь написано. Половина моя. Бэйба судьба. Цитаты из песен. Мияги. Вот. Мне кажется. Это очень красивый. так элегантно. Я не останавливаюсь. Я снимаю. Подробности еще будут. В сегодняшний момент так. Ну и у нас уже забронирован давно фотограф. Маечка моя любимая. дорогая. Подсказала мне. Услана. Мы уже забронировали на нашу дату. У нас есть видеоограф. Забронировали апарты. Где будем ночевать перед и после регистрации. И все. Кольца вы тоже уже увидели. В поисках Роме костюма. Пока безуспешно. Потише сделайте пожалуйста. Я забрала сегодня пригласительные. И вот мы будем их вручать. И я хочу снять всех кому мы будем вручать. Кого мы хотим видеть на свадьбе. Кто у нас будет. И вот как раз идет Женя с Ариной. Сейчас будем их вручать. Вот. Так вот выглядят наши инициалы. Вот здесь написаны инициалы гостей. Вот так вот мы снимаем. Роман Сергеевич, быстро мне помогите. Вот так вот открываем. Наша фоточка. Вот. И такие вот две бумажечки. Наша фотография. Приглашение. И вот детали. И программа. И вот такая вот бумажечка. Это QR-код. Для телеграм-канала. Вот. Будем там фоточками. Информацией. Всем обмениваться. Это к нему. Я там снимаю? На. Прыла. Какой мой смысл? Пожалуйста. Ты подожди пока не марай. Не марай брат. Я чистый дом. На держи. Это Алина. Это вам. Вы еще не открыли. Там написано вот. Меня надо открыть? Ну а можете открывать. Да. Алина и Артем. С огромной радостью и любовью. Приглашаю вас. Разделить с нами особенный день. Когда мы станем семьей. Вот с этим. Всем привет. Сегодня 9 июля. Я вам вещаю такими. Большие отрезки конечно между днями. Вот. Я наконец таки еду отдавать свое платье свадебное. На подгонку полную. Потому что время уже поджимает. Осталось чуть больше месяца. Улетать мне вообще меньше чем через месяц. Через три недели. Алина. Поэтому хочется сделать все побыстрее. Чтобы уже наслаждаться моментом. И ждать заветного дня. На сегодняшний момент у нас до сих пор нет костюма. Для Ромы. Достигнула даже. Им нравится. Привет. Сегодня 10 июля. Наконец-то прохладно. И Рома согласился ехать. Искать костюм. Вот. Я уже тоже собралась. Еще новости. Сегодня я нашла визажиста. Кто меня соберет в день росписи, прическу и макияж. Оказалось, что это очень сложно найти мастера. Даже до нашего дня еще больше месяца. Но уже у всех нет окошек. У большинства. И цены конечно тоже очень сильно кусаются. Вот так. Так что сейчас я вам немножечко может быть повещаю. Если Рома разрешит его снять. Если нет, то увы. Все. Мы поехали. Он меня уже ждет внизу. Можно я вашу футболочку подойти, пожалуйста? Это я. Красивая такая. Такой красивый салон. Мне надо еще найти фату. Скорее всего я сейчас буду это делать. Ну жених. Там детям будем показывать какой батя красивый. Но ему не нравится. Вообще дурак. А мне нравится. Он вообще вредная булочка. Ничего ему не нравится. Ничего он не хочет. Хочет выглядеть как официант. Здравствуйте. Можно опироль? Шприц. Ну только вот шприц. Всем привет. Сегодня 16 июля. Мы купили костюм. Еще тогда. Просто я не успела тогда все записать. Сейчас я иду посмотреть украшения. Решила, что посмотрю здесь якутски. А если уже ничего не найду, то буду смотреть, искать в Питере. У меня как раз там будет неделя для решения всех вопросов. Вот сейчас направляюсь в республику. Там открылся какой-то магазин украшений. На шею я ничего не хочу. Хочу только серьги. Короче, это драконий. Тут серебро с добавлением золота. Колечко сказали, что можно уменьшить. Но блестит оно, конечно, шикарно. Это второй вариант. Такие вот сережки. Тоже достят. Третий вариант. Такие вот камушки. Точнее, это стекло. Предыдущий был Сваровский. Померила серьги. Точнее, комплект. Конечно же, мне больше всего понравился. Первый вариант. Это очень красиво. Там какая-то английская застежка. Золото. Выращенные природные бриллианты. Ну, цена 17 тысяч за один день. Потому что я не знаю, буду ли я их носить еще. Поэтому я пока думаю. Пришла мерить фату. И вот не знаю, что. Ну, как-то не очень, конечно, удобно все это. Потому что надо срочно сегодня уже найти. Сейчас Маргарите буду писать. Потому что сегодня надо уже отдавать в химчистку платье. Скорее всего, это будет вот такая вот фата небольшая. Сейчас принесут еще одну. Еще есть вот с такой атласной окантовочкой. Но она чуть-чуть поярче, конечно, смотрится, выделяется. Маргарита говорит, что это придает законченный образ. Послушаем ее. Есть еще вот такая подлиннее. Сейчас я ее примерю. И уже буду выбирать между этими двумя вариантами. Я понимаю, конечно, что это вообще просто на какие-то там полчаса-час. Но красиво, красиво. Всем привет. Сегодня забрала наши книжки. Куда мы будем фотографировать на Polaroid. И вклеивать фотографии гостей наших. Точнее, это альбом. Вообще все поперепутала. И книжки для наших клятв. Мы долго думали, будем ли мы писать другую клятву или нет. Вот. Сейчас хочу вам показать. Вот такие вот они. Красивые. Вот здесь альбом. И вот это вот книжечки. Сейчас Рома придет и поддержит наш штатив. Это наши книжки для клятв. Ты написал клятву? Нет, здесь ни гнева. Ха-ха-ха. 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 Вот такие вот книжки. Такие вот книжки. Даже строчек нет. Вот это вот. Я без строчек писать не умею. Ха-ха-ха. Уж даже тысяча рублей. Видно там? Видно. Строчек нету. Так. Как снять эту красивую покупку? Скажи, что она стоила пятьсот рублей и тебя кинули. Ха-ха. У нас вот это стоило пятьсот рублей и меня кинули. Я думала в коробочке будет какой-то красивый. Ага. Можно порвать уже? Пятьсот рублей. Вот такая красивая. А, и тут вот написано. Смотрите. Четырнадцатый год. День, когда мы стали семьёй. Заползать только? Не, я же через этот читаю, через экран. Вот. Так вот будем фотографировать? И там закладки вставлять. Уголки. Ну да. Спасибо? Ставь лайк. Дизлайк за упаковку. Я им напишу. Ну всё, спасибо. Всё, всем пока. Всем привет. Нахожусь в Писере. Вот здесь меня слышно и заведу. Сумбурный. Видимо получится этот влог. Но хотелось запечатлеть какие-то моменты. Ещё в день росписи, надеюсь, что-нибудь поснимаю. И второй день. Волнение дичайшее на сегодня. Если бы вы знали, как это оказывается страшно. Не знаю, чего боюсь. Но просто... Просто волнение. Оно присутствует. Тревожность. Моличка, как я говорю. Вот. Это всё про моё нынешнее состояние. Про состояние в данный момент. Я уверена, что всё будет хорошо. Что всё пройдёт очень классно. Вот так. Всем привет. Сегодня уже 12-е число августа. Надеюсь, меня слышно. Я всё так сумбурно снимаю. Не по порядку как будто. Но проходят очень насыщенные дни в Петербурге. Сейчас я съездила, забрала со СДЭКа посылочки. Нашла платье второе. Отдаваю в ателье. Потому что по Ростовке мне не очень оно подходит. Что ещё? А, вот еду сейчас в супермаркет. Надо найти бокалы для шампанского. Потому что уже послезавтра у нас события. И подготовка полным ходом. Вот. Осталось купить алкоголь, напитки, мясо, фрукты, овощи. Это на второй день. Постараюсь всё снимать. Но это не точно. Буду держать вас в курсе всего. Сегодня 13 августа. Девишник отгремел. Вот. Собираем подарочки. У нас вот такие вот коробочки. Внутри саше в виде облачка. Даже я вам покажу. Такой аромат, конечно, потрясающий. Вот такой вот саше. И у каждого будет стикер. Стикеры у всех разные. Я достала это для Инессы. Она у нас вот такая вот принцесска. Но с характером. Так что, мне кажется, очень подходит. Будут вот такие вот ленточки на подарочки. Потом будут ленточки рассадки гостей. Вот такие вот. Это для Жеки. Хинкал. Вот собрали почти все. Вот так красиво. Девочки мне вот такую красоту вчера подарили. А как мне её сейчас с собой не взять-то? Дома оставлю. Дома оставлю. Ая. Ая. Сейчас я обувь сниму и покажу. Всё. Начинаю обзор. Включила свет. Вот сразу заходим. И вот такая кухня. Тут какой-то антиквариат. Есть всё. Посудомоечная машина, кофемашина, плитка, микроволновка. Что это? Холодильник. Дальше. Здесь у нас туалетная комната с душевой кабиной. Раковина вот такая. Церкована. Так, дальше проходим. И у нас вот такая гостиная с диваном. Камин. Ой, мамочки-кошечки. Это что такое? Вот такой вот вид. Ну, красота. Так. Здесь окна. Первая комната вот эта. Она относительно маленькая. Относительно другой комнаты. А так она очень даже большая. И вторая комната. Там уже Рома валяется. Да? Вот она большая. Красивая. Да-да. Вид на Никольский собор у нас. Красиво. Мы едем в ресторан отдать подарочки нашим гостям. Ленточки. Ну, это для рассадки. Это Анна. Анна Михайловна. Анна Михайловна. Вот такое. Мы пришли в ресторан Каха грузинской кухни. Такой вот у нас столик. Это очень вкусный салат, чтобы вы понимали. Здесь индейка в винном соусе. Это нереально вкусно. Вот. Роме еще ничего не дали. Я хочу завтра влезть в платье, поэтому у меня кукурузу на гриле. Но она очень вкусная. Салатик. И у Ромы там салатик. У него люля-кебаб из баранины. Ну, такое. Принесли хинкальки. Рома уже... Ага, понятно. Я причем еще не съела. У него уже пусто. Вот такие. Вот этот уродец зелененький мой. Он со шпинатом и с сыром. Все, мы поужинаем. Вот куча какой вид. Красивее. Идем в такси и едем на парты. Мы уже прибежали домой. Я вот накрыла. Вот конфеточки, фрукты, финики, орешки. Вот так вот. Ну, чтобы кто завтра к нам с утра подойдет. Видеограф. Девушка, которая будет меня красить. Алина. Тут вечером такая кайфовая атмосфера. Мы живем вообще в самом центре. В будущем хочу тоже вот такие вот окна в комнате. Они дают свет. Больше пространства. Ну, красота. Сейчас не надо погладить платье. Второе. Первое вроде как норм. Вот. Ну, кайф. Ой, вот так вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Экф. Какая субтитры Алексею Дубровскому.